Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алена, я персональный стилист и вы попали в новый шоппинг-глог. Мы с вами сегодня будем смотреть, что нового красивого весеннего свежего есть в магазине Reserved. И если вам интересно посмотреть классные образы, вдохновляющие и освежающие, послушать мои комментарии к вещам, то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть это видео. Там есть что-то весеннее, я уже вижу отсюда. Сейчас мы с вами пойдем поближе, все это посмотрим и примерим. Лавандовый цвет, ну просто повсюду. Смотрите, какой классный костюм на манекене. Мне очень нравится цветовая гамма. Найдем его примерим. Хотя, что удивительно, когда заходишь в магазин, тебя встречает не так много весенних цветов, много бежевого и черного. Но вот там, вон далеке, где-то есть красота. Здесь тоже что-то нежное весеннее, красивое. Костюмы, юбки-плясы, естественно, куда без них. Без них невозможно. Там тоже какие-то есть красивые вещи. В общем, сейчас наберу мини-сумочки в Reserved. Тоже есть такие а-ля By Far, но не совсем. Вот этот цвет очень красивый в жизни. Такой пастельный, желтый, очень нежный оттенок. По цене, получается, здесь сразу валюты. Всех стран объединяетесь. В рублях 1100. Ну вот, в Европу, девчонки смотрят меня из Европы. Тоже посмотрите для себя. А еще в Reserved, оказывается, есть премиум коллекция. Вот такой вот жакет. Интересно. С комбинированной клеткой. Оригинально. Посмотрим, может быть, даже примерю что-нибудь отсюда. Есть сандалии. Такие вот с актуальным прямоугольным мысом с золотой пряжкой. Ну что, я начинаю примиряться. И первый образ у меня как раз с пиджаком, который мы с вами видели, по сути, на входе в магазин. Я его взяла. Но я взяла его не костюмом, как он надет на манекен. Я адаптировала его под то, как бы я, наверное, могла носить этот пиджак. Не только вот костюмом куда-то на выход. Он выглядит очень торжественно. А в более, скажем так, расслабленном варианте. Я добавила простую белую базовую футболку. На мне она в размере L. Все размеры и цены я подписываю на экране. Ссылки на все вещи и мои параметры есть в инфобоксе под видео. Поэтому проверяйте, чтобы вы могли сравнить, на какие объемы садится тот или иной размер. Так вот, футболка в размере L. Пиджак, честно, не помню, но на экране я подпишу. И он очень приятный. У него такой шелковистый материал. Скорее всего, это вискоза. Состав я не смотрела. Интересные лацканы. Они длинные, скругленные. И застегивается он на крючочек. Вот здесь. Вон, без пуговиц. Есть накладные кармашки. И к этому пиджаку вместо тех брюк я добавила шорты. Бермуды. Удлиненные шорты, закрывающие колено. Плюс у меня здесь мюли. В стиле лоферов белые. Они прекрасно тоже подходят, поскольку много белого цвета. И белая футболка, и белый цвет есть в принте цветочном на нашем жакете. Идеально совпадает по оттенку цвет шорт и цвет мятный, который, опять же, присутствует в принте. К такому образу безупречно подойдет белая сумка. Я здесь вписываю свою, с которой я пришла. Но вы можете взять другую, можете взять и цветную. Но если не хочется покупать, грубо говоря, цветную сумку ради одного условного образа, или вы, по крайней мере, не знаете, с чем еще вы сможете надеть какую-нибудь мятную или лавандовую сумку, купите себе белую. Вы сможете ее летом носить, наверное, со всеми образами, которые будете составлять. Потому что летом мы часто носим светлый цвет, соответственно, сумка будет хорошо работать. В общем, получился вот такой комплект. Я бы так ходила на работу, если разрешены шорты, либо юбки, соответственно. Потому что в данном случае шорты реально выполнены как брюки. Просто это брюки, которые превратились в шорты. И выглядит это все очень благородно, сдержанно. Жакет достаточно удлиненный. Имейте это тоже в виду. Если вы не высокого роста, будьте аккуратны с удлиненными жакетами. Они вас могут еще приземлять больше. Следующий комплект. И мне он очень нравится. Кстати, девчонки, хочу вас попросить, напишите в комментариях, какой образ вас зацепил больше всего. Если такой есть, чтобы вы прям вот хотели его надеть, увидеть в нем себя. Мне будет очень интересно почитать. А сейчас на мне комплект. Честно, я начала их составлять, увидев вот эту странную вещь, которую, скорее всего, большинство не купит. Потому что, когда отключаешь рациональное мышление, ты думаешь, зачем мне плащ из органзы. Ну да, он красивый, он в цветы. У него классная расцветка, очень такие природные, благородные тона. Но, тем не менее, куда он мне? Убрала сумку, потому что не очень удобно жестикулировать. Так вот, многие, скорее всего, эту вещь не купят. Но посмотрите, как все равно она здорово может смотреться. Под ней у меня туп с американской проймой, глубоким вот таким вот вырезанным. У него классный оттенок желтого, такой мягкий, тоже немножечко припыленный, слегка пастельный желтый, не режет глаз, поэтому пойдет очень многим такой цвет. Это достаточно плотный трикотаж, красиво оформлено горлышко, как будто такой кружевной какой-то мотив. И снизу тоже у него интересный декор. Он достаточно короткий, поэтому, если у вас брюки не на высокой талии, то живот у вас будет голый. Здесь брюки на такой средней посадке, не заниженные, но и не высокие. Я бы хотела, чтобы они были повыше, чтобы не было вот этого вот сантиметра голой кожи, потому что уж если носить короткую майку, чтобы был виден живот, то пусть она будет совсем короткой. Либо должны быть высокие брюки, а вот это вот выглядит как-то немножечко не совсем, как я планировала. Но, тем не менее, я хочу показать вам, как красиво сочетаются вещи по цветам, и, возможно, для вас это будет идея образа. Внизу на мне надеты бежевые брюки с защипами. Это не бананы, это, ну, скорее, достаточно прямые такие брюки, немножечко они идут зауженные. Не сказать, что они сверху слишком широкие. Хорошая модель, сядут на многих, по-моему, до стопроцентных лопок. По ощущениям, они очень приятные на лето. Я думаю, что у них будет очень комфортно находиться. Обувь я оставила ту же. И, кстати, в этот образ хорошо вписалась бы сумка, которую мы с вами видели в зале вначале. Вот эта вот пастельно-желтая, она бы красиво работала с топом. И здесь в принте этого плаща из органзы есть такие зеленовато-желтые оттенки, которые как раз хорошо перекликаются с желтым топом. Получился вот такой вот образ. Это, знаете, этот плащ, по сути, альтернатива, например, жакету, которую вы можете набросить к такому же комплекту. А здесь вот такая оригинальная вещь. Следующий образ, не буду на нем долго останавливаться, потому что, по сути, это просто вот такое платье. Но мне захотелось его показать, уж больно оно очаровательное. У него прекрасный летний принт, красивые оттенки, лазурный такой бирюзовый цвет, пыльно-розовый, немножко кирпичного в цветах. Это пиодный, мне кажется. Красивый оттенок. Завышенная отрезная талия. Девочки, кто у нас яблочки с фигурой яблока, вам нужна завышенная талия, как раз таки имейте это в виду. И, в принципе, она очень свободная. Его даже можно девочкам, кто в положении, например, рассматривать. Два яруса, то есть отрезное под грудью, чуть ниже даже, чем под грудью. И еще в районе вот тазобедренной кости. Оно выше колена. Оно вот прям такое милое, летнее, хлопковое, романтичное немножечко платье. Рукава, фонарики короткие. Опять же, белая сумка прекрасная здесь будет. На мне сейчас та же обувь, но сюда просят какие-нибудь более легкие сандалии. Такое платьишко, имейте его в виду. Просто чуть-чуть его покажу. Как я всегда говорю, что образ, который состоит из какой-то одной вещи, например, платье или комбинезон, нам несложно называть именно образом. Но очаровательно. Если правильно дополнить все свежими аксессуарами, можно выглядеть очень-очень по-летнему и девичьей. И еще один комплект в тему ярких цветов, которые сейчас актуальны, как я вам рассказывала в своем недавнем видео на тему того, на что я бы советовала обратить свое внимание и потратить деньги, обновляя кардероб к весне. На мне комплект это рубашка. По идее, вы можете носить ее именно как рубашку, то есть надевая нижнее белье, соответственно. Но я ее здесь использую как второй слой, как такую легкую куртку с укороченным рукавом. На футболку надеваю, и она идет в комплекте с вот такой юбкой. Юбка достаточно короткая, она прям посередину бедра. У нее два накладных кармана с каждой стороны. И имейте в виду, что размеры идут достаточно свободные. На мне юбка в 34 размере. Когда брала ее, я думала, влезть бы. В итоге она прям, ну вот, свободно на мне сидит. Поэтому имейте это в виду. Рубашка тоже на мне размера S, и она очень свободная. Но если рубашка, это окей, потому что оверсайзный крой, свободный крой. Особенно, если вы хотите ее брать как второй слой, то это, наоборот, даже хорошо. А вот юбку, имейте в виду, что можно брать, ну, наверное, на размер меньше своего, я так могу сказать. В принципе, мне нравится этот комплект. И можно сочетать эти вещи с любыми другими. Эту рубашку можете надеть с белыми джинсами, с голубыми джинсами, с синими джинсами, с черными джинсами. Но если мы говорим о дениме, и с цветными джинсами какими-нибудь, например, с пыльно-розовыми будет очень красиво, или с небесно-голубыми, ну и, соответственно, юбку тоже можно сочетать с разными цветами. Очень красиво будет с таким, знаете, зефирно-розовым цветом. И, честно говоря, я взяла тут рубашку, вот здесь она у меня висит. Хотела вам показать эту юбку с вот такой вот пыльно-розовой рубашкой, но сама рубашка мне очень не понравилась, поэтому я ее надела и сняла. Не стала вам показывать это на себе, потому что, правда, смотрится не очень именно вот эта вот рубашка, но в целом такой зефирно-розовый цвет с салатом сочетается отменно. Еще фиолетовый красиво смотрится, насыщенный или пыльный, какой-нибудь лавандовый. Короче говоря, на самом деле не бойтесь неона. Если боитесь его в портретной зоне, то вот такой вот вариант, надеть белую футболку, которая будет освежать вас у лица, а рубашка будет по краям, он вполне выручает. Еще один комплект, тоже более такой деловой, в чем можно пойти не только на вечеринку или какой-то праздник, но и на работу на мне жакет. Я в итоге не стала брать тот, который показывала вам в зале, как-то цвета, но для меня они совсем не про весну и не про лето такие. Они, безусловно, благородные и жакет интересный, но вот как-то у меня не настроение такого приглушенного винного цвета. Для меня это, наверное, все-таки больше осень либо зима. А вот этот жакет мне нравится. Он в клетку, и здесь присутствует такой холодный бежевый оттенок и розоватый пыльный, тоже холодный. Совсем чуть-чуть есть персиковый, не знаю, видно вам или нет. В общем, красивая цветовая гамма. Он двубордный, полностью застегивается. У него есть карманы. И я добавила к нему... Вообще он, по-моему, идет с брюками такими же, из такого же материала. Но я взяла однотонные брюки пыльно-розового цвета. Он немножко теплый вживую, но я его убрала от лица. И даже учитывая, что у меня более холодный колорит внешности, эти брюки у меня сейчас нормально встали. Они удачно сочетаются с жакетом по цвету. Хотя, повторюсь, это не костюм, но вместе они смотрятся хорошо. Ну и в целом, довольно классическая модель брюк. Уже на сегодняшний день очень много таких брюк делает Zara. Но вот здесь, в резерцу, этот ремень, если в Zara он, по сути, картонный, то здесь он тканевый, он мягкий. Я даже не знаю, что лучше. С одной стороны, лучше, чтобы ремень держал форму, а не вот так вот туда-сюда моделялся. С другой стороны, картонные ремни на брюках Zara, мне кажется, очень-очень быстро приходят в негодность. Но в любом случае, брючки классные, достаточно базовые. Также на мне рубашка с двумя накладными карманами, точнее, имитацией накладных карманов. Это просто клапаны на груди. И у нее, по-моему, короченный рукав. Ну, по крайней мере, он подсобран сейчас на подстежку такую. Главное, что сюда она встала удачно. По сути, можно сюда взять любую блузку базовую, обычную рубашку без карманов. Можно даже в футболку тоже будет хорошо смотреться. И, к слову, белая сумка, опять же, сюда прекрасно встанет. А на ногах у меня лодочки довольно удобные. На не очень высоком каблуке. Нюдовые, хороший цвет нюда. Лично с моим тоном кожи он вообще сливается. Но это искусственный материал. И нога в них будет у вас в летнюю жару, конечно, потеть. Поделитесь в комментариях, как вам образ. Я считаю, что это очень элегантный вариант летнего офиса. И завершу я этот влог на вот таком платье, который очень просит сюда ремня. Причем какого-нибудь акцентного широкого просит это платье. И платье, которое требует, чтобы вы были аккуратны с зоной декольте, возможно, фиксировали на какой-нибудь двусторонний специальный скотч, липкой ленту, потому что сильно оно такое распашистое. Но мне нравится у него цвет. Это зеленый, но такой зеленый, который не будет вас делать визуально, как будто вам не очень хорошо. Он может красиво подчеркнуть, например, ваш цвет глаз. Это очень природный оттенок зеленого, красивый. У него классные рукава. Я думаю, вам это видно. Какие тут буфы вообще организованные. Оно классное. Напоминает чем-то бутон, что ли, не знаю, лепестки цветов. Как будто я чуть-чуть приподняла рукава, они сами по себе длиннее, но я усилила этот эффект объема, приподняв рукав. Здесь по талии идет драпировка. Как-то вот платье, хоть оно и из зала, не до конца отпаренное. Я думаю, что вот эти складки, они должны более благородно так падать. И, повторюсь, сюда очень нужен ремень. Обязательно без него платье выглядит незавершенным. Но в целом классное для какого-нибудь летнего праздника. Я считаю, что это отличный вариант. Можно взять какую-нибудь либо контрастную сумку, например, розового цвета, что-нибудь такое посмотреть, или фиолетового, либо базовое что-то золотистое, серебристое или черное. Нюдовые туфли сюда хорошо, потому что продляют наши ноги. Мы кажемся выше и более длинноногими. Напишите, как вам это платье. Мне кажется, оно хорошо. Ну что, мои дорогие, на сегодня это все. Все образы, которые я для вас собрала в Резервт. И, пожалуй, это все-таки самое интересное, что на сегодняшний день здесь есть. Я сейчас в достаточно большом магазине Резервт. Я нахожусь в Метрополисе, Метрополисе. И здесь хороший выбор. Если что, если вы живете в Москве, то имейте в виду, что сюда имеет смысл уехать. Здесь действительно много всего есть. Мы с вами прощаемся. До следующего видео. Я жду вас в комментариях. Очень люблю с вами там общаться. Расскажите, какие образы вам понравились. Желаю вам отличного настроения. Пусть у вас все будет хорошо. Будьте здоровы. Берегите себя и своих близких. Я вас очень люблю. Спасибо, что смотрите. Пока.